На фото пост ГАИ на дороге жизни в блокадный Ленинград. Регулировщицы направляли водителей по правильному пути и помогали в чрезвычайных ситуациях, если, к примеру, грузовик начинал уходить под лед. Четверть личного состава советской милиции в первые дни войны была направлена на фронт. Они плечом к плечу с красноармейцами защищали родину. Уникальные снимки военных будней милиционеров из архивов МВД России, сделанные самими сотрудниками и военными фотографами, можно увидеть на фотовыставке на набережной. Здесь же и будни полицейских в настоящее время, которые не стали менее опасными и более легкими. Самое тяжелое, это когда, допустим, среди ночи или ближе к утру тебя поднимают с постели и говорят, там определенное ЧП и необходимо выезжать. И так это, понятное дело, что это не каждый день и приходилось там какие-то рейды проводить. А это, естественно, подъем в 5 утра и заканчивалось этот рейд в 12 ночи. На посту в плюс 15 и в минус 45, под дождем, под снегом и палящим солнцем, на лавочке с жителями или в эпицентре общественных беспорядков. Полицейский всегда готов. На фото сотрудники МВД со всех городов России, снятые коллегами, родственниками или друзьями. Но самое главное, у нас в Самарской губернии свои будни. Мы должны подтвердить сегодня свое отношение к гражданскому обществу и сказать, мы с вами наш народ, мы вас защитим. Мы видим открытый диалог и с журналистами, и с гражданским обществом. Это повышает, конечно, доверие горожан, доверие жителей к той работе, которую проводит сегодня наша структура по охране правопорядка. Это крайне важно, потому что без доверия людей, без того, чтобы опираться на простых горожан, серьезно и быстро изменить ситуацию в городе, наверное, невозможно. Администрация города активно поддерживает инициативы полиции. К примеру, расширение состава добровольных народных дружин, их финансирование, выделение дополнительных площадок для создания опорных пунктов. Горожане также участвуют в охране правопорядка. Дружинники и общественные движения народной контроли ночной патруль набирают популярность среди самарцев. И уже есть положительные результаты их работы. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, События.